И всем привет ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами будем обозревать одно очень интересное устройство на шафт, которое после последнего обновления, на мой взгляд, стало более интересным и более жестким в рамках нашего матчмейкинга, это режим серийного огня. Напомню, что шафтом произошли незначительные изменения с точки зрения наноса урона на расстоянии, а как вы знаете, именно режим серийного огня это то устройство, которое вы играете на постоянной основе именно в аркадном режиме, и если у нас увеличивается расстояние максимального урона, то есть расстояние поражения именно максимального дополнительного урона, то такого рода устройство должно становиться сильнее, так ли это на самом деле, сегодня мы вместе с вами это рассмотрим и попытаемся реализовать, будем играть на такой вот интересной комбинации в виде хопера шафта с дроном кризис, ну и также я думаю, что мы попробуем набрать на нем как можно больше очков, посмотрим, что у нас из этого всего дела получится, ну а вы не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, если вам подобного рода видосы нравятся, также не забывайте подписываться на этот канал и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас проходит на 2 миллиона кристаллов на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу в настройках игры в аккаунтике, вот здесь вот устанавливаете тимпэшечку, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Так, ну а мы вместе с вами пикаем, что же мы можем пикнуть такое интересное, где мы можем реализовать, давайте пикаем быстрый бой, в принципе я днем записываю видос, поэтому есть вероятность того, что у нас сейчас в матчмейкинге не будет там в определенных режимах быстро запикивать, поэтому пикнем быстрый бой, посмотрим, что он предложит в матчмейкинге, если что вдруг перепикнем. В чем же интерес этой комбинации, это то, что у вас есть большая скорость для как раз таки доезда до противника, ну а дальше вы можете очень не кисло наносить урон по оппоненту, нас закидывает на хорошую карту в виде промзон очки, промзон очки в режиме регби, единственное только то, что мы эту катку сейчас вместе с вами уже проигрываем, так, но реализацию будем пробовать показывать. Я относительно недавно играл с этим устройством на бездонат аккаунте, ой бездонат аккаунте говорю, на мега донате и там мне понравилась реализация этого устройства, она выглядела реально очень неплохой, так ли это все дело будет на моем основном аккаунте, сейчас мы вместе с вами все это дело и узнаем. Так, расстояние больше половины карты, в принципе урон залетает такой же маленький, как и залетал раньше, по 400 всего лишь накидки у нас здесь залетает, ну здесь вот по 1000 уже залетает, неплохо. Так, под мяч мы тоже играем, ну и за счет хоппера тоже будем еще дополнительно, если что, выпрыгивать и стараться доставочки реализовывать. Бомбочка в аспе залетает от противника, хантер въезжает под доставку, если никто не блокирует его, а его никто не блокирует, они еще и доставочку вкусную реализуют. Так, ну ладно, ничего страшного, сейчас начнем камбэкать, мне в принципе здесь никто особо такого здорового сопротивления, наверное, делать не должен, единственное, только есть игроки с резистами. Так, хантер прожимает оудик, ну а я здесь на дашке, ладно, никуда не уеду, можно было, конечно, прожать овердрайв, постараться доставить, но из позиции такой, которую я имел, я особо, ну эту реализацию, считайте, что показать, наверное, не мог. Так, ну пока у нас команда, конечно, улетает бесшансово, хантеры катаются по респам и просто громят нашу базу, ну и нужно немножечко саппортинга на подборе, триточек у нас довольно неплохой залетает, так, подборчик, подборчик есть, оудик прожималого есть, добавка на нитре есть, но, к сожалению, меня в очередной раз сливает. Так, 10 киллов у нас пока что, немножко плохо, конечно, что я запикался не в нулевую катку, а уже в начатую, да, из-за этого, конечно, в моменте немножечко потяжелее может все это дело быть. Так, ну у нас хоппер вражеский запрыгнул, чтобы флаг как раз-таки, ой, мяч вернее, скинуть, и у него, в принципе, это получилось сделать, только он все это дело, скидочку оформил, по ощущениям, под меня, потому что мы уже доставку свою вкусную реализуем. Так, что у нас вообще по резу здесь взять, интересного можно, я вижу там двух молотов, от которого я, кстати, снял резист до захода в эту катку, попробуем посмотреть, ух ты, ничего себе, 1700 через всю карту, емпить, вот это я понимаю, стриплетико, урончик, вот это стриплетико, урончик через всю карту, 1700, это то, что мне нужно было, если честно. Это то, что мне нужно было, вот это я понимаю, урончик, так, хантер, если он доставит, то он просто гений игры, но, к сожалению, он не доставляет. О, доставляет, офигеть, доставляет, шикарно. Нет, с расстоянием теперь, конечно, урон у этого устройства стал очень хороший, раньше с такого расстояния никогда такое большое количество урона залетать не могло. Сейчас вы видите, что этот урон проходит и проходит довольно-таки неплохо. Так, забайтили меня на аптеку, конечно, сам поторопился ее прожатием, так, подборчик делаем, я думаю, что ее овердрайв можно тоже сразу же прожать. Ой, только не минус, блин, к сожалению, падаем здесь минус, ну, хорошо, хантер, хотя бы овердрайв меня разряжает, уже неплохо. Так, по резисту, я пока что не определился, если честно, что там брать, я вижу, что там рез от молота хорош, рез от молота там хорош, а дальше что там брать, вообще фиг его знают. Так, хантеры просто эти овердрайвы вжимают один за другим, и наши тиммейты и противники, так, резист неприятный, резистик неприятный, подборчик надо сделать, чуть оттянуть хотя бы, туда куда-нибудь подальше закинуть все это дело, чтобы у нас у тиммейтов хоть какие-то шансы дополнительные появлялись на реализацию. Так, есть у нас титанчики, которые здесь тоже у нас должны чуть-чуть саппортинга делать, чуть-чуть саппортинга, чуть-чуть саппортинга, миночку, а, ага, понял, миночка не ставится, да? Я, типа, рядом с зоной был, с зоной доставки, мне просто минка не поставилась, и так легко противнику мы отдали доставочку. Ну, честно, я не особо рад, когда такие доставки отдаются противнику, при том легкие доставки отдаются противнику. Так, ну, ладно, ничего страшного, как говорится, ах, ничего страшного было бы, если бы я в доставку сейчас сделал бы. Так, молот, рельса, молот, рельса, и там и зида была противная, которая мне наносила много урона, поэтому давайте мы возьмем, ой, то я слаберу, молот, рельса, вот так вот возьмем, в надежде, что этот резист мне поможет. Так, 8 минут у нас до конца, очень сильно не хочу проигрывать эту катку, очень сильно не хочу проигрывать эту катку, считаю, что мы ее можем даже и выиграть. Можем, 100% можем, спасатель сейвит, ах, вот что его подсейвило тогда, его спасатель, оказывается, подсейвил. Так, есть доставкин, 3-4, 500 очков у меня уже имеется, и это, в принципе, уже очень-очень неплохо, если я сейчас еще с этим овердрайвом быструю еще одну доставочку оформлю. Да, если вот сейчас мы еще одну доставкинца дадим, то будет неплохой камбэчный результатик. Такую просто легенькую даю под доставку, чисто под доставку, даже без какого-то дополнительного килла, чисто, чтобы только лишь доставить и сравнять счет. В нулевой урон неплохо накидываю домашки, хантер не успевает прожать овердрайв очень хорошо. Так, ну и у нас по ощущениям камбэчная подъезжает в этой катке. По ощущениям подъезжает камбэчная в этой катке, и, честно, честно говоря, выглядит все это дело неплохо. Так, пробуем еще накидать. Теслочка под упорчик играет. Теслочки, теслочки накидаем, хорошо. Так, ну и чуть-чуть на пассивную встанем, чуть-чуть встанем на пассивную. Там викинг вражеский овердрайв прожимает. Поэтому нам особо сильно торопиться, наверное, не стоит. Сводянка не в меня. Я уже испугался, что в меня сводка залетает. Так, ну и пока что так чуть-чуть на пассивичах постоим. Подождем овердрайв. Не хочу отдавать эту катку ни в коем случае. При том, что я начинал ее с 0.3. 0.3 такие катки, когда начинаешь, ну тогда у тебя такая ситуация не супер крутая. Тесла меня ждет. Нанизу. Да, думает, что он сможет как-то здесь переиграть и что-то реализовать. Ну а я по сути просто жду появления своего овердрайва. Видите, через больше чем половины карты у нас залетает максимальное количество урона по оппоненту. Очень выгодная позиция сейчас у меня для как раз таки реализации доставки. Да, и при этом противник особо сильно не понимает, что я хочу сделать. Да, то есть когда противник в таких ситуациях не понимает, что я хочу сделать, то я просто подбираю более подходящий тайминг для пуша. И даже без имеющегося овердрайва делаем еще одну доставку. По сути, ну мне даже торопиться-то особо здесь и не нужно было. Меня все устраивает. Счет уже, как говорится, камбэчный. Ну и плюс, плюс, есть еще и овердрайвы. Почему бы их не пореализовать по-грамотному? Хорошо, есть 6-4. Вот это заход. Вот это заход. Вот это просто легенький развальчик, как в старые добрые времена на хопера шафте. Вот просто то, что я делал раньше. Хотя нет, я этого не делал, потому что у меня шафта не было. Но то, что делали многие игроки. Если быть точным на триплетике, все это сейчас очень вкусно реализуется. И даже у противника есть 4 резиста от шафта. И все равно это все дело очень и очень вкусно и эффективно работает. Практически 1000 очков у меня. При этом у нас еще 4 минуты до конца. И напомню, что я запикивался в начатый бой. То есть здесь в теории я играю еще только лишь, ну половину грубо, да. Грубо половину боя играю. И уже такой некислый результат имею. Также, когда я записывал этот видос на мега донатном аккаунте. Ну вернее, тест этого устройства. Мне говорили о том, что на основных аккаунтах это устройство особо себя никак не проявит. И в нем нет особо никакого смысла на реализацию. То есть типа его реализовать сложно. И оно не нагибающее. Исходя из этой катки, я вам могу сказать, что вот подобного рода комбинация выглядит очень сильно. Очень сильно наши тиммейты борьбу показывают. Очень плотную борьбу за мяч. И сейчас подврывчик, подврывчик вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот делаю. Ах, не успел. Ну, овердрайв хороший. Киллов, да, не кисло много. Вкусно. Но то, что вот доставочку отдал, это, конечно, плохо. 1100 очков у нас. Падает мяч справа. 6-5. По сути, счет уже такой, ну, немножко, немножечко плавающий. Да, я, ну, наверное, особо сильно не горел бы желанием делать здесь досрочку. Но в связи с тем, что у нас противник начинает уже делать такие опасные мувы, то я иду на стопроцентную позицию, которую я уже для себя, можно так сказать, разобрал, да, в этой катке. И чуть-чуть постою, подожду. Может быть, противник под меня откроется. Я, если что, его рубану. И потом уже спокойнейшим образом полечу под контентовую доставочку с уже имеющимся овердрайвом, который мне должен, по идее, здесь залетать. Так, отлично. Харёчка хочет меня выпушить. Ну, у него, конечно, возможности здесь не будет. Ещё кто-то хочет меня выпушить. Теслочка хочет меня выпушить. Теслочка тоже не получается. А вот у этого молодого человека получается. И это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что если сейчас наши тиммейты отдадут доставку, то это будет 6-6. И мы отдадим камбэк противнику. Нет, камбэка не будет. Блин, ну, подбор. Подбор. Нет, родной. Только, ну, скинь, скинь, скинь. Хорош, красавчик. Лучший, просто суперсильный игрок. Вот это мега сильный игрок. Вот так делают только мега сильные игроки. Так, а мы делаем разводку года. Мы делаем просто разводочку года. Противничек должен открываться сейчас у нас как раз-таки. Ах! Он овердрайв успевает прожать. Блин, как же он быстро всё делал. Как же... А, он даже не прожимал овердрайв. Блин, ну мне надо жать в него. Мне надо точно жать в него. Мне точно надо жать в него. А даже мой овердрайв как раз-таки в него и не нужен был. Там, делаем скидку под тиммейта. Опер у нас тоже быстро среагировал. Молодец. Ну, я как бы такую страховочную уже давал, чтобы не отдать доставку. Ну, по сути, моя реализация не залетела. Ту, которую я хотел сделать. Так, подборчик за противником. Опять этот же самый викинга смог. Берёт у нас флаг. Пантер вжимает овердрайв, но не дотягивает до смоки. А где она? Ага, она туда поехала. Ещё и через верх. Оттуда он выпрыгнуть-то не сможет. Или где он прыгать хочет? А, он хочет прыгать там. Решает прыгнуть через тыл. Прыгает через тыл на наших тиммейтов. А тиммейты вообще понимают, что происходит? Понимают. Ладно. Хорошо. Блин, хантер овердрайв жёсткий вжимается. Знаю, чтобы кто-то хотя бы чуть мяч подержал. Потому что нельзя такую доставку отдавать. Нельзя такую доставочку отдавать. Поэтому мы жмём нитрос. И улетаем, 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 улетаем. Подальше, подальше, подальше. Так, вика с мака. Хорошо. Уходим сюда наверх. В сейв зону. Блин, а сейва-то нет. А сейва-то нет. А сейва-то нет. Меня сейчас просто дрюкнет. И может доставить. Может доставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, только не 6-6. Плиз, только не 6-6. Только не 6-6. Где он спрыгнул? Ага, вижу, 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 вижу. Блокшотик. Блокшотик. Блокшотик, ну, сквозь лезет. Просто. Ну, ё-моё. 20 секунд до конца. Ласт попытка. У меня нет овердрайва. Блин. Ну вот, не досушил, вернее. Пересушил катку надо было. Не хватило у меня чуть памяти, чтобы дозаписать эту катку. Но там оставалось крайне-крайне уже мало времени. К сожалению, глубочайшему, мы не выигрываем этот замечательный бой. Хотя, если честно, мне, ну, хотелось бы его выиграть. И, в принципе, ну, то, как мы реализовывали нашу комбинацию, это все дело работало. Да, чуть-чуть немножечко пересушил. Но, в целом, очень, очень вкусно смотрится этот хоппера шафт с новым обновленным триплетом, который теперь работает на расстоянии очень и очень хорошо. По сути, с этим устройством никаких изменений не было. Были изменения как раз-таки именно с самой пушкой шафт. Но сама пушка шафт и устройство, триплет, теперь стали работать намного-намного эффективнее. И мой вам совет попробовать эту комбинацию, попробовать ее потестировать, пореализовывать. И как раз-таки в регби, в захвате флага, ее реализация работает очень и очень эффективно. Ну, и вот такой вот результат у нас получился. 48 киллов, 23 смерти и 1200 очков. Я считаю, что это очень и очень хороший результат. Ну, а как кажется вам, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте обязательно данное видео ролик лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и не забывайте про розыгрыш. 2 миллиона кристаллов, 300 тысяч танкойнов разыгрывается. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok